Еще не утихли страсти по скандалу, который разразился в Доме детства осенью прошлого года, как тут грянул другой. Но обо всем по порядку. Сразу после заявления Марата Мензиярова о нарушениях в Доме детства была организована министерская проверка. Однако тогда были выявлены лишь незначительные нарушения, которые на воспитательном и учебном процессе никак не отражаются. Несколько месяцев спустя уже другая. Прокурорская проверка выявляет просто вопиющие факты. Какие именно, публикует один из информационных сайтов. Прокуратура же комментировать отдельный случай отказывается. Однако не отрицает, что текст документа близок к оригиналу представления. Опрошенные бывшие воспитанники, то есть те, которые уже вышли из данного учреждения, с детьми, которые там находятся, мы не беседовали. Ну, кроме одной девочки. Вот. Беседовали с сотрудниками, которые уволились. Также сотрудники, которые действующие, с представителем администрации. Со всех отбирались объяснить. Изучались документы. Нарушения достаточно подробные. Люди излагают последовательность событий. И такие подробности придумать, ну, я просто не допускаю такой возможности. Люди были осведомлены и подтверждено это из нескольких источников. То есть это ни один, ни два человека. Проверка в детском доме началась с заявлений одной из его сотрудниц. Сейчас в прокуратуре не совсем понятно, как проверка профильного министерства могла пропустить столь грубые нарушения. Я общался с ребятами и в разных обстановках. Никаких, ну, даже намеков на то, что, что-то сказать, идут процессы, связанные с неустановленными, скажем так, поведением, не было. Избивали, заставляли работать, не платили зарплату. А в одном из случаев указывается, что Валентина Тазикенова привозила воспитанников домой и заставляла копать яму. На все это сами воспитанники, правда, уже бывшие негодуют. Такого в их доме детства быть не может. Сейчас проверка еще продолжается. Воспитанники детского дома готовы отстаивать интересы своего родного дома до конца. В свою очередь Вячеслав Лабузов готов ответить за все, что происходит в его ведомстве. Мне только остается выявить, высказать, что работники прокуратуры оказались профессиональнее, чем соответствующие отделы, вверенного мне министерства. Все, что не происходит в системе образования, причастным я к нему однозначно. Поэтому я приму любое наказание, которое губернатор Лимонской области, ну, для меня предпочтет высказать. Татьяна Кошелко, Дмитрий Примачек, Никита Плотников. Новости дня.